Всем привет, с меня Виолетта, и в этом видео мы с вами распакуем целых три посылочки с раскрасочками. Одна мне пришла с Алиэкспресса, если я не забуду, оставлю ссылочки в описании. Вот эти две мне прислала моя подруга Зоя, за что ей огромное-огромное спасибо. Я не знаю, что там, она просто поставила меня перед фактом, что меня ждёт подарок. Мне безумно хочется их открыть, распаковать, посмотреть, что там за раскраски. Потому что, ну, я чувствую, что там раскраски. И давайте мы откроем сначала вот эту, потому что она пришла первой, и я думаю, что так будет правильно. Я очень боюсь на самом деле порезать там что-то внутри, вот поэтому мы сделаем вот так аккуратненько. И я надеюсь, что... Так, Зоя бы сюда всё в пакет положила, молодец, потому что я могла бы всё испортить, я себя знаю. Так. Ну, что-то прилипло. А, это пакет прилип к упаковке, всё понятно. Так, всё, мы достали. Такая реклама кумуса. Боже мой, я в шоке, ребят. Это раскраска Коралловый риф. Там письмо я просто, надеюсь, что оно не попало, если что, мне пришлось там как-то это перекрыть. Это раскраска Коралловый риф, потому что Зоя говорила как-то, что я её хочу купить, что я её не могу найти. И у нас в продаже её нигде не было, не знаю, где она её достала. Но я очень рада, огромное спасибо, Зоя. Я не ожидала вообще её здесь увидеть. Я вообще не знала, какие раскраски будут, потому что, ну, тяжело, да, угадать, какие же русские раскраски мне Зоя могла прислать. Это шок просто. Я так рада, что у меня есть эта раскраска. Я уже не надеялась, на самом деле, что она у меня появится. Но вот появилась. Я очень рада, огромное спасибо. Я прям, да, буду обязательно раскрашивать. Не знаю, я не ожидала. Мне сначала просто не нравилась эта раскраска, когда она, знаете, только появилась, там была выпущена. Я думаю, да какая-то она вообще, ну, ни о чём. А потом Лена с Наташей стали раскрашивать. И у них так красиво как-то всё получается. Мне так тоже захотелось эту раскраску. Я стала её искать в наших магазинах, её не было. В интернет-магазинах тоже не было. Вот, и как раз Зоя рассказывала, что вот, там, сейчас пойду искать эту раскраску. Но её нигде нет. Блин, спасибо. Да, и вторая посылочка. Вот здесь я вижу, что ничего нет, поэтому вот так сделаем. Орнаменты в стиле Орнво. Так, тут тоже. Так, окей, здесь внутри письмо, поэтому сейчас его уберу. Вот, от издательства Клевер. Это, по-моему, та серия, которую Зоя и Настя Ставицкие собирали. Ставицкая я, извините. Настя тоже, прости. По-моему, это из той серии. У Ксюши Сергеевой тоже есть. Здесь, где даны вот как раз примеры, и нужно в этом духе заканчивать, ну, заканчивать работу. Блин, очень здорово. У меня не было вот этой раскраски. Я на ощупь, когда посылка получила, смотрю, она такая вот, ну, формат странный, такой необычный. Думала, что за раскраска? Вот, у меня такой нет. Она, кстати, мне нравится даже. Я как-то относилась к ней не очень. Так, знаете, можно сказать, скептически. Но вот сейчас смотрю, если подобрать вот фломастеры, прям, ну, максимально похоже, то будет очень красиво, как я считаю. Вот, поэтому огромное Зоя спасибо. Очень приятно. Да. Не знаю. Теперь мне, наверное, захочется дособирать серию вот эту всю. Что ты наделала? Да. Так, и сейчас будем распаковывать третью посылочку. Сейчас немножко тут приберусь и вернусь к вам с распаковкой третьей посылки. Итак, в общем, распаковываем посылочку. Я уже подуспокоилась. Сейчас смотрела всю эту серию раскрасок, вот как орнаменты в стиле Arnouveau. Смотрела всю эту серию, в общем, в разных интернет-магазинах. И, в общем-то, одну раскраску я не нашла, а две другие я нашла только на одном сайте, где там как бы, в общем, не заказать, если сумма заказа маленькая. Поэтому непонятно вообще, появится ли у меня что-то или нет. Я написала продавцу, чтобы он хорошо все запаковал, потому что я читала отзывы, там писали, что пришла раскраска немножечко покоцанная из-за того, что была плохо запакована. Я прям написала, у меня есть комментарий к заказу, я прям написала, запутать, пожалуйста, очень хорошо. Вот, потому что я заказала не одну раскраску, и я бы не хотела, чтобы с ними что-то случилось. Поэтому, ну, продавец ко мне вот прислушался, за что ему огромное спасибо, потому что я вижу, что все запаковано хорошо, и пострадать ничего как бы не должно было. Так, я хочу просто не переворачивать посылку туда-сюда, потому что ее можно было бы уже раскрутить, на самом деле. Вот, но я не хочу, чтобы вам не спойлерить вообще ничего, потому что раскраски очень интересные. Так, сейчас будем их доставать, так, по одной. Первая раскрасочка, я думаю, вы ее знаете, она есть у Дианы Фрапучино. Вот она сейчас запакованная. Вот, это раскраска с едой, я ее очень хотела. И вот, как один из подарков за окончание года, за этот суперсложный 11 класс, мне посылку нам заказали. В общем, родители. Ну, я, естественно, сама все выбирала, очень мне нравится эта раскраска, она на склейке, как я вижу. Вот, поэтому надо будет ее как-то очень аккуратно раскрашивать. Но я обожаю раскрашивать еду, и вообще просто смотреть на нее, ну, вот, в раскрасках, поэтому надеюсь, что мы с этой раскраской подружимся. Так, следующая раскрасочка. Пам-пам. Ноготочки на каждый день, в общем, маникюрчик. Так, здесь... Я надеюсь, что сейчас и так получится ее... Нет, наверное. А, нет, все нормально. Здесь раскрасочка уже такая, она немножко с... Не прям с матовой обложкой, но... Ну, есть такое. Вот здесь картинки с маникюрами, с лаками, с педикюрами в том числе. Такие прям интересные сюжеты я посмотрела. Несколько картинок было на сайте предоставлено, мне очень понравилось. И вообще идея с ноготочками очень классная, как по мне. Поэтому я решила тоже, что мне нужна такая раскраска, довольно необычная. Я как раз завтра иду на новые ноготочки себе делать. Может быть, вдохновлюсь чем-то. Потому что пока еще не выбрала, что буду делать. Так, следующая раскрасочка, третья. Вот так она выглядит. Она здесь тоже запакована. А, здесь уже ножницы не потребовались. Вот, но они все такие, знаете, мне кажется, они будут пачкать. Потому что они, во-первых, светлые, во-вторых, такая... Ой, красота. Ну, это, знаете... Как сказать? Как одним словом это описать? Здесь раскраска, в общем-то, состоящая из полностью всего. То есть здесь есть и еда, и какие-то вот косметические продукты, и просто антистресс узорчики. Ну, это я бы назвала девчачьи. Ой, смотрите, какой прикол. Кто помнит? Такие вот штуки. В моем детстве я обожала. У меня была огромная коллекция от этих девочек вырезанных. Даже один мальчик был. И вот эти прически, одежда, аксессуар. Это вот это вот, когда вырезаешь, и потом надеваешь. О, такая ностальгия просто. Не ожидала это здесь увидеть. Вот. В общем, интересно, как по мне раскраска. Такая необычная. С одной стороны, ну, стильная, я бы сказала. Вот. Я не знаю, как она переводится. Надо будет потом перевести. Я ее называла просто магазин. Типа, ну, здесь какой-то магазин изображен. Для меня это просто раскраска с магазином. Вот. Фэнтези-стор. И последняя раскрасочка. Я думаю, такого вы точно не ожидали увидеть. Она тоже запакована. Бам-бам. Кто-нибудь, может быть, догадался, что это раскрасочка по номерам. Да. Вот здесь. Ну, она немножечко, вот, кстати, помялась. Но ничего страшного. Здесь ответы. Вот я вам покажу. Такие красивущие картиночки. Я вот, кстати, не знаю. Очень похожи на копию раскраски, которые, знаете, от издательства Ашет. Потому что здесь некоторые картинки, они прям очень похожи. Но, вот, насколько я понимаю, это или какой-то полусборник разных раскрасок, или именно вот копия каких-то вот картинок. Потому что, допустим, вот эту девушку, по-моему, она есть в моей раскраске маленькой, но она в совсем других цветах. И вишни тоже. Они там совсем по-другому сделаны. Вот. Мне кажется, что это просто, может быть, что-то новейное. Ну, знаете, как китайцы нас любят делать. Вот. Мне очень понравилась раскраска. Здесь есть, кстати, вот, смотрите, даже по точкам. Вот. Но здесь я, кстати, вообще не поняла прикола с этими точками. А, то есть здесь вот, здесь раскраски по номерам, видите, 78, а дальше идет 80, потому что 79 это по точкам. Вот здесь картинки намного проще, как мне кажется. Они как будто поменьше, полегче. Вот. Но, тем не менее, я очень хотела эту раскраску. Здесь 100 картинок должно быть. Ну, получается, несколько вот они по точкам. Вот бумага. На самом деле вообще не очень плотная. Ну, то есть она прям, ну, намного меньше, как, менее плотная, в общем, чем в оригинальном здании Shed. Ну, будем его называть оригинальным. Хотя я не думаю, что это подделка. Это, скорее всего, просто, ну, просто переиздание, скажем так. Вот. Но очень похоже по оформлению, я думаю, вы видите. Вот. В целом раскраска такая, ну, неплохая, как я считаю. Я знала, в принципе, вот, что вот будут такие картинки. Вот, но не видела, что по точкам будут. Но это прикольно. Вот. Немножечко вот на здесь, смотрите, покутся. Но это ладно. Также она прошита. Всё, я спокойна. Вот. И, кстати, иллюстрации Джереми... Не буду фамилию произносить. Он иллюстрировал многие раскраски Диснея и Ашет как раз-таки. Вот. Поэтому, скорее всего, это просто китайское издание. Или прям даже подделка. Потому что выглядит очень похоже. Вот такие дела. Четыре вот раскрасочки. Очень рада. Они, я так понимаю... Вот это от одинакового издательства. Здесь Плюм. Китайский. Здесь непонятно. Не вижу. В общем, не важно, ладно. Такие вот раскрасулечки. Я очень рада, очень довольна. Огромное-огромное спасибо моим родителям за то, что подарили мне такую прелесть. Вот. Обязательно проскрашу. Потом напишу, может быть, отзыв. Что там по бумаге. И так далее. Пришло мне, кстати, это всё за 8 дней. За 8. За 8 дней. Это очень быстро. Учитывая, что это посылка из Китая. То есть, ну, вообще неплохо, я считаю. Вот. Опять же, если не забуду, ссылочка будет внизу в описании. Ну, а на этом было всё. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была я, Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.